Декабрь, 2003 год. Мельница Гергарда. Единственное здание, оставшееся в Волгограде, бывшем Сталинграде со времен войны. Здесь капитан вермахта Хорст Цанг стрелял в рядового Красной Армии Альберта Бурковского, а рядовой Бурковский стрелял в Цанга. Они не убили друг друга, случайно. Спустя 60 лет Цанг и Бурковский снова встретились. Сталин приказал опередить союзников. Красная Армия должна войти в Берлин первой. 16 апреля 2,5 миллиона советских солдат и офицеров начали штурм укреплений вермахта на Зиеловских высотах. Переводчик Штефан Дермерк по приказу Жукова объявил немцам о начале советского наступления. Я был, может быть, недостаточно дисциплинированный иногда в своей жизни. Во всяком случае, я сказал, товарищ генерал, это же нельзя, нельзя же, так сказать, военную тайну выдать. Он посмотрел на меня, говорит, ничего, ничего, лейтенант, можно. Это, говорит, последний раз. Зиеловские высоты были страшные. На Зиеловских высотах погибло больше 50 тысяч человек за два дня. Бои в Берлине были уже менее жертвенные, чем на Зиеловских высотах. Но сам Берлин, конечно, представлял собой страшное зрелище. Город был разрушен бомбежками. В эти дни наши войска понесли самые высокие потери за всю войну. Почти полмиллиона убитых и раненых. Этих жертв можно было избежать. Но штурму Берлина Сталин придавал особое значение. Он дезинформировал Эйзенхауэра и Черчилля о направлении главного удара и времени начала наступления советских войск. После недели боев оборонительный рубеж вермахта был прорван. Берлинская группировка окружена. А в 20-х числах апреля советские танки вошли на окраины Берлина. Остановить их должны были бойцы народного ополчения «Фольксштурм» – последней надежды Гитлера. Русские солдаты появились у нас 23 апреля. В тот день по приказу я явился в штаб «Фольксштурма». Хотя я понимал, что наша баррикада была совершенно бессмысленна. У нас было всего одно противотанковое заграждение. И человек 20-25 из «Фольксштурма». Они были вооружены винтовками и фаустпатронами. Мы должны были оборонять шоссе ведущие в Берлин. Но русские прорвались западнее и восточнее нашей позиции. И через полчаса все было кончено. Мы не знали, что нам делать. А потом я вернулся домой, в Берлин. 20-21 апреля мы оказались на окраинах Берлина. Нет никакой линии фронта. Бой идет за каждый дом, за каждый этаж, за каждое окошко. В окне появляется пулеметчик или патронщик. По нему мы стреляем из всех видов оружия, в том числе из пушки. Артиллерийский разведчик Игорь Дамаскин штурмовал Берлин в передовых отрядах. Еще не окончились уличные бои, а в городе уже начались мародерства и грабежи. Победители мстили. Мстили за своих, оставленных на растерзание фашистам жен, сестер, дочерей. В апреле-майе 1945-го было изнасиловано около 100 тысяч немецких женщин. Элеонора Клауберг, 15-летней девочкой, едва не стала одной из таких жертв. Русские приходили каждую ночь и искали женщин, а мы прятались от них. Я лежала в кровати вместе с матерью, когда однажды ночью один из них вошел в нашу спальню и схватил меня. Я ударила русского, а он приставил к моей груди пистолет. Отец стал умолять его не трогать дочь, и русский ушел. Но мы слышали, что происходило в соседних квартирах, слышали женские крики. 1 мая 1945 года одним из немногих незанятых укрепрайонов Берлина была крепость Шпандау. И не случайно, ведь в ней располагался нацистский научный институт, исследовавший нервно-паралитические газы. Охрана института готовилась оборонять крепость до последнего солдата. 1 мая 1945 года почти весь Берлин был уже в наших руках. У фашистов остались только отдельные островки сопротивления. Одним из них была крепость, или как ее называли, цитадель Шпандау на западной окраине западного Берлина. В крепости, в этой цитадели Шпандау, находились не только солдаты и офицеры, в том числе и эсэсовцы, но там же находились сотни, многие сотни стариков, женщин и детей. Капитан Галл и майор Гришин были отправлены парламентерами в осажденную крепость. Но гарнизон сдаваться отказался. Все понимали, штурм Шпандау означает гибель сотен невинных людей. Мы совершенно спонтанно, совершенно невинно предложили, если это так, то мы хотели бы подняться наверх к вашим офицерам, поговорить с ними лично. И мы вчетвером поднялись по веревочной лестнице на балкон, из балкона вошли в такое полутемное помещение, где собрались офицеры, и мы вели с ними переговоры. Мы опять повторили все то, что мы говорили внизу, полковнику и подполковнику, о том же военное положение, о том, что Берлин на наших руках. 2 мая 1945 года крепость Шпандау капитулировала. В тот же день майор Глушенко привел в ставку генерала Чуйкова, начальника германского генерального штаба Крепса. Близился конец рейха. Над поверженными символами нацистского режима водружались знамена победы. Пришел офицер немецкой армии и попросил, чтобы наше командование приняло начальника генерального штаба Крепса. Я пришел, чтобы сообщить о сенсационном сообщении, что Гитлер покончил живым самоубийством, и о том, что по завещанию Гитлера остался Гебель и Борман, и что они меня уполномачивают вести переговоры о создании нового германского правительства. Чуйков сразу, значит, Жукову телефон, тот говорит, безоговорочная капитуляция. И тут же отвечает Крепсу, безоговорочная капитуляция. Сразу после войны Семен Антонович Глушенко вышел в отставку в звании подполковника из двумя орденами Красной Звезды. Возможно, если бы он остался служить и дальше, в советской армии было бы на одного генерала больше. Слишком стремительной была его карьера в годы войны. В послевоенной жизни Семена Антоновича ничего особенного не происходило. Но 10 лет назад в его жизни случился настоящий праздник. В честь 50-летия победы государство подарило Семену Антоновичу машину АК. Штефан Дёрдберг закончил войну переводчиком отдела пропаганды. После победы стал работать в оккупационной советской администрации. В середине 70-х был послом ГДР в Финляндии. После воссоединения Германии вышел на пенсию. Сейчас он пишет мемуары о своей жизни, в которой главным событием был приказ о капитуляции, напечатанный им в 45-м году на старой пишущей машинке. У нас была машинка с немецким, с латинским шрифтом. Я на этой машинке печатал этот приказ. Я очень хорошо запомнил этот приказ. Он начинался со слов, что фюрер, не Китлер, а фюрер, покончил с собой и тем самым оставил нас на произвол судьбы. Говорит Москва, говорит Москва, подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Акт о военной капитуляции. 9 мая фельдмаршал Кейтель, последний главнокомандующий германских войск, подписал акт о безоговорочной капитуляции. Война окончилась. Советский Союз, изувеченный за эти 4 года, праздновал свою выстраданную победу. А Германия смирялась с участью оккупированной страны. Страны, развязавшей мировую войну, жертвами которой стали миллионы. Очень скоро простые немцы узнают ужасающую правду о фашистском режиме. В начале 45-го года нацистское руководство подготовило секретные инструкции об уничтожении всех лагерей. Специальные команды эсэсовцев начали планомерно расстреливать невольных свидетелей преступлений гитлеровского режима. 5 апреля встал приказ уничтожить все лагеря. Стучит ко мне этот самый эсэс, парень, в окно. И говорит, у тебя есть друзья? Я говорю, есть. Вот сегодня мы вас будем расстреливать, увозить. А ты, если есть друзья, все поднимитесь на второй этаж, на нары, закройте на себя, положите эти постели, на котором вы лежите, а я пройду с собакой и скажу, что все уже, все вывезены. Серафиму Азаренкову и ее семь подруг, заключенных концлагеря в Магдебурге, пожалел неизвестный немецкий офицер. Он вывел их из лагеря и спрятал в подвале разрушенного дома. Через три дня девушек схватила лагерная охрана. По дороге на расстрел они встретили своего спасителя. Что ты наделала? Теперь я тебя спасти не могу. Они уже с вилами, с этими, с лопатами, с ломами, что все, которые у нас остались, значит, нас расстрелять. И я стала плакать. Тогда Ольга мне говорит, не смей плакать, держись. Раз уж так сделали, значит, судьба такая. Значит, сейчас расстреляют. В последние дни войны гитлеровцы сожгли в печах и расстреляли около ста тысяч узников лагерей. Нацистская машина уничтожения работала до последнего. Серафиме Азаренковой удалось вырваться из лагеря. Без остановки она бежала несколько часов, пока не оказалась в зоне расположения американской армии. Спасение было чудом. Фашисты не щадили никого. Половина уничтоженных в последние дни войны была младше 16 лет. Оставшихся в живых пленных освобождали союзники. День освобождения концлагеря Бухенвальд узник Александр Ефимов запомнил на всю жизнь. Отвернули эту проволоку, сняли эти защепки, вышли, у ворот стояли американцы. Это же видно, что они немцы. Ком, ком, они кричали, ком. Потом начали выводить немцев. Откуда их проводили, где их поймали, хрен их знает. И они ничего не делали с ними. Они их отпускали в лагерь, открывали ворота и в лагерь. Там их хватали заключенные. Что там они с ними делали? Это был ужас. Крутили. Давай один залез на танк, на башню, из кинокамеры и снимал все. Когда Александр Ефимов вернулся из Бухенвальда, ему только-только исполнилось 20 лет. На работу и учебу не принимали. Долгие годы он не мог избавиться от клейма «пленный». Компенсация от германского правительства составила 15 тысяч евро. Сегодня, как узник нацистских лагерей, от нашего государства он получает прибавку к пенсии в 250 рублей. Лоттера Фольбрахта, члена нацистской организации «Гитлер-Югент», отправили в Бухенвальд в июле 45-го. 16-летнего Лоттера подозревали в организации диверсий против советских войск. Он до сих пор не может забыть ужасы этих трех лет, проведенных в плену. И до сих пор верит в то, что был посажен в Бухенвальд без вины, ведь он просто защищал свой родной город. В Бухенвальде не было осужденных. Люди были просто арестованы и отправлены в лагерь. Многие в Бухенвальде годились мне в отцы. Они не были солдатами, это были мелкие партийные чиновники. Я не испытываю ненависти или вражды, но сталинский режим глубоко противен мне. Меня освободили 30 июля 48-го года. Мы получили такую бумагу. А потом в Веймаре женщины показывали фотографии и спрашивали, не видел ли я их мужей. Победа в этой войне для многих советских граждан стала катастрофой. Особенно для тех, кто перешел на сторону фашистов. Тысячи власовцев с ужасом ожидали своей дальнейшей участи. Мы там просыпаемся, твоя маленькая. Война капута. Вот тебе и все. Война кончилась. Теперь куда нашу определять? Ну, они определили. Сумели. До самой Якутии. 5 мая 1945-го в Праге началось антифашистское восстание. Но у чехов не было реальной возможности победить. И тогда они обратились к командиру дивизии РОА генералу Буниченко с просьбой о помощи. Тот согласился. Экипаж танкиста Василия Комарова одним из первых ворвался в восставшую Прагу. Одна группа офицеров посетила. Другая группа. Там долго колебались. И командир дивизии колебался. И ждали приказа. Не знаю, что он. В конце концов поступил приказ вперед, направо. Ну, направо, направо. Бить немцев. Власов не поддержал своего генерала. Он считал участие РОА в пражском восстании разложением и предательством. Но именно власовцы выбили немцев из Праги. После капитуляции Германии чехи, по сути, предали РОА. Сотни пленных были расстреляны отрядами СМЕРШ. А почти вся дивизия Буниченко попала в плен к американцам. Позже 20 тысяч власовцев будут выданы Советскому Союзу. А сам генерал Власов будет захвачен советским разведотрядом. И в 46-м году его и все руководство РОА приговорят к высшей мере наказания. В 47-м году Власов был повешен. 9 мая война закончилась. Мы оказались в английском плену. А уже 15 мая англичане выдали нам стрелковое оружие. Оружие означало порядок и дисциплину в наших рядах. Все мы ждали продолжения войны против большевизма в союзе с Англией. Англичане погрузили нас на машины и сказали, что повезут нас на запад. В моей машине был офицер, который сказал, господа, мне это кажется смешным. Мы едем не на запад, мы едем на восток. 15-й казачий корпус. Казаки и немецкие офицеры сложили оружие в Австрии. Английское командование обещало не выдавать казаков советскому правительству, относиться к ним так же, как к немецким пленным. Но это был обман. Фонд Падовец полетел к католичанам и сказал, что пропустите казаков без единого выстрела. Ахрицеров сразу нас забрали. Немца сразу забрали. Там местечко я не знаю, даже не помню. Ну, конечно, если бы мы знали бы, может быть, что-то и предприняли. Мы бы в горы ушли бы. А то, что мы не знали, все это делалось тайно. Через мост приезжаем, твою мальку глянули, красные окошки. Энководия. Твою мальку. Так англичане выполнили условия ялтинских соглашений о выдаче власовцев и их немецких командиров Советскому Союзу. Всего было выдано 340 тысяч человек. Офицеры приговорены к высшей мере наказания, а рядовым без суда назначили год каторжных работ и 6 лет поселений. 6 лет. На 6 лет поселение. А там как хочешь. А я пробыл до 55-го года. Дмитрий Кодов вернулся в родную станицу только после смерти Сталина. Кодову выдали волчий билет, в котором было написано «Враг народа служил у немцев». Он прожил свою жизнь в вечном страхе, что его снова арестуют и в вечной ненависти к советской власти. Кодов все еще верит в то, что Кубань будет независимой. И тогда его участие в войне станет не предательством, а подвигом. Дитер Клавон провел в советских лагерях почти 8 лет. За эти годы в Германии умерли все его близкие. Только после смерти Сталина Клавону разрешили вернуться на родину. Там он возглавил общество ветеранов 15-го казачьего корпуса, которое и по сей день оказывает материальную помощь казакам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. 21 декабря 49-го года я был приговорен к смерти за организацию разведывательной деятельности. Но в январе 50-го года мне изменили приговор. Я получил 25 лет сибирских лагерей. В мае 45-го года солдаты и победители оставляют свои подписи на здании Рейхстага. Для них эта война уже окончилась. В советский плен попадут почти 4 миллиона немецких солдат и офицеров. Несколько миллионов немцев окажутся в англо-американском плену. Мне было 17 лет, когда я попал в плен в Северной Германии. Многие пишут и говорят, что англичане и американцы со всем молодыми немецкими пленами обращались мягко, видя в них мальчиков, членов Гитлер-Югенда. Но это было не так. В общем, с нами обходились прилично и хорошо кормили. Потом, поскольку не хватало фермеров, нас посылали на сельхоз работы, на сбор урожая. Совсем иначе относились к бывшим оккупантам в Восточной Европе. Их депортировали миллионами. А в СССР немцы работали. Их Хорст Цанг прекрасно помнит об этом. Большая часть офицеров размещалась у реки Кама недалеко от Казани, в Елабуге. Мы там находились до 1946 года. Немецкие офицеры, попавшие туда после Сталинграда, не работали. Потом лагерь был расформирован и все офицеры в чине до капитана включительно попали в обычные рабочие лагеря. До конца 1949 года я находился в районе Пенза и Куйбышева. Мы строили железные дороги. В 1949 году власти Германии потребовали выдачи своих граждан. Большинство немецких солдат и офицеров вернулось на родину. К немецким пленным в Советском Союзе относились лучше, чем к тем, кто наоборот вернулся домой из немецкого плена. «Когда возвращались оттуда с пленом, то в СМЕРШ допрашивали, где что и было. А если возвращался по одиночке особенно, то это было... англичане и американцы лояльно относились к немецким пленным. Западные политики уже готовились к холодной войне. Я не получил документов об освобождении от англичан. А мне нужна была продуктовая карточка. И поэтому я сразу пошел к американцам. Меня посадили в лагерь на месяц. Обращались хорошо. А через несколько недель они сказали мне счастливо, иди домой. Все мы находились на Лубянке в тайных допросах. Мне лично предъявлено было такие обвинения, как добровольная сдача в плен от Брестской крепости. Но у меня рано, поэтому это снималось. Это просто как предлог. Дальше агент гестепа по предательству советских людей в Костаре и Бухенвайле. И потом еще была одна наклейка резидент одной из разных разведок по Московской области. Вот такие мне были три представителя. Николай Кюнг после немецкого плена почти год провел в одиночной камере на Лубянке. Под пытками из него вытягивали признание в преступлениях, которые он не совершал. В 46 году Николай Кюнг вернулся домой. После смерти Сталина окончил институт и до 91 года был учителем истории. Герд Шнайдер вернулся домой после освобождения из английского плена в августе 45 года. В 46 году отец и сын Шнайдера начинают секретную деятельность по созданию новых в 80 году генерал Шнайдер получил вторую высшую награду Германии. Первую он получил в 43 году из рук Гитлера. Я не считаю себя нацистом. И отец мой относился к Гитлеру не всегда хорошо. Было такое время, была такая политика нашего государства, а у офицеров не было выбора. Это был приказ, и его надо было выполнять. После победы в Советский Союз стали возвращаться сотни тысяч астербайтеров, угнанных в Германию восточных рабочих. Они ехали практически в никуда. Их дома были сожжены, родные убиты. Софья Токаревская возвращалась в родную белорусскую деревню Дальва. Русские освободили, мы шли до поезда пешком добирались, не знали куда и что. Наши солдаты стоят на посту, мы спрашиваем куда идем, они говорят, мы сами тут не знаем. Вот таким способом добирались до поезда, до Минска доехали, а потом из Минска до Плешчинс пришли пешком, а у Плешчинска в моей мальчах и был брат, я зашла до брата, спросила, как Дальва, и у меня ответил, что сейчас и нет. Бывшие астарбайтеры и на родине оказались людьми второго сорта. Их обвиняли в пособничестве врагу. На них стояло клеймо, находился во вражеском плену. Когда мы вернулись, меня даже на льнокомбинат на работу не хотели брать. Вернулись мне же уже 16 было. Знаете, как на нас сначала смотрели? Даже вон на эту. Я не знала ничего. Мы приехали, дом-то наш сгорел. В 46 году оказывается НКВД приходило на улицу на Краснофлотскую и все про нас расспрашивали. А как? А что? А почему? И как мы уехали? И как нас забрали? И так ли это было? Не добровольно ли мы уехали? Целью тайной организации Вервольф были диверсии в тылу советских войск. Герман Хорст один из членов Вервольфа. В июне 45 года организация была расформирована. Что было это уже сейчас нет. А что будет мы не знаем. Значит мы наша задача мы же получили идти домой. У нас не было как военгут фюра. У нас охота не было воевать. И средства тоже не были. И поэтому я пошел домой и попробовал искать себя работу. Потом пришел 5 июня к нам домой пришли представители армии Красной армии и сказали что я должен с ним идти на допрос. Там молодой офицер был очень как сказать недовольным со мной. И это было единственный раз когда меня из советских армий кто-нибудь как это сказал бил. Это уголовное дело Германа Хорста. Таких дел на немецких подростков в возрасте от 13 до 16 лет было сфабриковано около 5 тысяч. Все они обвинялись в диверсиях против советских войск. Хорста приговорили к 10 годам лагерей строгого режима. Отбывать срок его отправили в Советский Союз. В это же время в Германии пропало около 3 тысяч русских детей. Это были дети освобожденных пленных и астарбайтеров. 23 апреля меня нашли на пыльной дороге в корзине древесной стружки между Хайнерсдорфом и Бланкенбургом. Маленькую Раису нашла немецкая женщина. Так Раиса обрела новую маму и скоро превратилась в обычную немецкую девочку, забыла русский язык и была вполне счастлива в своей новой семье. Но в 47 году Москва потребовала вернуть всех советских детей на родину. 15 декабря 47 году меня отняли. И я поступила в этот фильтрационный лагерь. Приезжали не один раз, она все не отдавала, а потом сказали русские офицеры, что созгрут дом. И поэтому она отдала. После фильтрационного лагеря Раиса попала в детский дом. Когда она выросла, то решила, что обязательно найдет и свою настоящую мать и приемную. В 72 году она нашла свою приемную мать в Германии. Спустя еще 30 лет Раиса нашла родную мать, которая не дожила до встречи с дочерью всего лишь год. Германа Хорста освободили по амнистии в 56 году. Он вернулся домой в Восточную Германию. Теперь Хорст считает СССР своей второй родиной. Правда, после возвращения в Германию он так больше ни разу в Россию и не приезжал. Как человек, пострадавший от советского режима, Хорст получает сегодня от правительства Германии 600 евро в месяц. Сталин нам сказал, все, что у немцев хорошо, это мы должны тоже так делать, а что у немцев плохо, это надо выбросать. В июне 45-го Москва готовилась к параду Победы. Курсант военного училища Марат Егоров был включен в состав сводного полка для участия в параде. Его несколько раз переносили, ловили погоду, ну там должна авиация пройти, там все это, ловили, ловили и промахнули. назначили на 24 июня, мы встали, а с утра идет дождь. 11 сводных полков всех фронтов и родов войск готовились пройти маршем по Красной площади. Ровно в 10 часов навстречу войскам выехали принимавший парад маршал Жуков и командующий парадом Рокоссовский. А потом мы проходили по Красной площади и большая беда, самая неприятность, что дождь нас-то он не размочил, хоть промочил, но не размочил, а вот барабаны раскисли. И вместо четкого ритма, четкого удара только гул. Начальник училища генерал майор русианцев около исторического музея повернулся, говорит, ну, братцы, руби! Строевой шаг, 120 шагов в минуту, оркесарь гремит, и мы прошли на едином дыхании. В парадном строю по Красной площади прошли победители. Они были горды своей победой, они верили, что больше никогда не будет войны, и их страна самая сильная во всем мире. Они не знали, что через несколько лет поколение победителей будет сломлено сталинским режимом, а освобождение Европы обернется новой войной, холодной. Назад, домой. Это стало главным смыслом жизни пленных солдат и офицеров вермахта. Но реальный шанс вернуться был только у тех, кто попал в плен к союзникам. Лейтенант Клауберг находился в американском лагере для военно-пленных. Прошло три недели плена. Я услышал свое имя в громко говоритель. Я пошел в комендатуру. Там сидел сержант, который говорил на таком же берлинском диалекте, как и я. Он заглянул в мои документы и сказал «Вы офицер? Тогда другое дело». И меня отпустили. Я не пошел в Берлин, там были советские войска, а отправился к своим родственникам в Аугсбург. Американский шофер довез меня до Регенсбурга и сказал «Отсюда тебе придется добираться самому». Он дал мне кока-колы. Больше у меня не было никакой еды. Так я оказался на свободе. В 41-м они клялись вернуться домой и возвращались победителями. Но дома слезы радости становились слезами горя погибшие родные навсегда оставшиеся на войне друзья. Мы собрались и решили, поскольку мы уже мужчины, солдаты, выпить по этому случаю. налили десять стаканов вина и только собрались выпить как старший нашей группы, нашей компании. его звали Костя Капитан и беспрекословно подчинялись его лидерству. Говорил «Ребята, пьем полстакана». Договорились, не пьем и не курим всю войну. Вернемся после войны, допьем и докурим. Из десятерых в живых я остался один. Я пришел на это место, налил десять полстаканов вина, положил на стаканы папироски, щелкнулся с каждым стаканом и говорю, ну, друзья, за победу. Марат Егоров окончил военное училище, но военным так и не стал. Он получил профессию журналиста и долгие годы работал в разных газетах. Основной темой его статей была война и все, что с ней связано. Сегодня Карл Клауберг является одним из самых богатых людей Германии. Вся полиграфическая продукция страны печатается на станках фирмы Клауберг. Он не любит вспоминать войну и считает свое участие в ней скорее необдуманным поступком юности. Эту германскую саблю я вывез из Сталинграда. Как солдат я выражаю глубочайшее уважение своим тогдашним противникам и салютую всем погибшим и выжившим солдатам и русским и немецким. В ноябре 45-го состоялся первый в истории международный трибунал в Нюрнберге. Он рассматривал преступления политического режима против человечества. Советское обвинение намеревается представить в трибунал ряд документов подтверждающих предумышленную агрессию фашистской Германии против Союза Советских Социалистических Республик. Советское обвинение предоставило неопровержимые доказательства вины вождей Рейха. А германские военные и политики считали себя невиновными. Они готовы были признать только ошибки. Весомым аргументом защиты стало Катынское дело. О Катыни я впервые услышала на этом процессе. Причем советская сторона наотрез отказывалась говорить об этом, мотивируя тем, что в Катынском деле пока слишком много неуясненных обстоятельств. Назывались какие-то страшные цифры. 20 тысяч польских офицеров. Даже назывались фамилии главных исполнителей этого преступления. Но русские никак не комментировали эту тему. Но адвокатам не удалось развернуть эту тему на процессе. Официально была поддержана советская версия о том, что польских офицеров расстреляли немцы. К Нюрнбергскому процессу союзники относились неоднозначно. Черчилль прекрасно понимал, что этот процесс, кроме всего прочего, может вскрыть какие-то тайные дела союзников. Черчилль этого не хотел. Черчилль считал, что их надо там, где это произошло, судить, казнить и все. Никаких международных трибуналов. И уже потом решили, что в назидание всему миру это надо сделать. под номером СССР 156 и прошу принять это заявление в качестве доказательства. 11 февраля 46 года при странных обстоятельствах произошел обрыв пленки. Именно здесь звучали слова советского обвинителя. вызывается свидетель обвинения СССР, бывший фельдмаршал германской армии Фридрих Паулюс. Конечно, это была сенсация. В первую очередь это видно было, как побежали все корреспонденты звонить, а тогда был ячеек для телефонных переговоров не того, что бесконечно много, и совершенно вышел из себя Геринг. Он просто разъярился, даже дошло того же, вот это у них называется Military Police, что у них такие дубинки резиновые. Они не то, что били, но показали, что уберите руки, потому что он взял руками и стал что-то такое говорить. Паулюс выступал как главный свидетель со стороны СССР. Он пошел на этот шаг лишь потому, что ему пообещали встречу с женой. Он подробно рассказал о подготовке плана Барбароса и опроверг главный козырь защиты – нападение Германии в ответ на угрозу Советского Союза. Кроме того, он обвинил Гитлера и Геринга в личном предательстве. После этого Паулюса вновь отправили в Советский Союз. Встреча с женой так и не состоялась. А потом началась другая история, послевоенная. Согласно решению, принятому на Ялтинской конференции, Германия была разделена на две части – западную и восточную. Единый народ разбили на две половины, разрушив миллионы семей и судеб. А в Советском Союзе полным ходом шло восстановление страны. Вчерашние солдаты теперь совершали другие подвиги – трудовые. Постепенно приходит в себя и Германия. После войны экономика страны находилась в жутком состоянии, но спустя всего лишь два десятилетия Германия превращается в одну из процветающих держав Европы. На СССР опускается железный занавес. Из страны выезжают лишь дипломаты и спортсмены. В 72-м году сборная Советского Союза завоевывает на Олимпиаде в Мюнхене максимальное количество медалей и возвращается в Москву триумфаторами. А Олимпиаду 80 в Москве игнорирует почти весь западный мир. Взлет в небо олимпийского Мишки прошел без участия спортсменов Западной Германии, США и Англии. В этой новой холодной войне эти страны стали союзниками. В 89-м году пала Берлинская стена. Немцы плачут от радости, но они еще не понимают, что так навсегда и останутся разделенным народом. А по улицам Москвы вновь идут танки. И внуки тех, кто брал в 45-м Берлин, штурмуют Белый дом. В начале 90-х в Германии набирают в силу неонацисты. Они так же, как и их предшественники, требуют бороться за чистоту арийской нации. Эта волна накрывает всю Европу, и вот уже в Риге проходит марш бывших эсэсовцев. Победители и побежденные. У каждого своя история войны и своя правда. По обе стороны победы. Сталинград. Мельница Гергарда. Капитан Цанг и рядовой Бурковский. Они встретились здесь. Спустя 60 лет война для них наконец. закончилась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok